Вы смотрите Прибойные новости на телеканале Прибой ТВ в студии Алиса Шахназарова. Здравствуйте! Известные дагестанские тренеры и спортсмены встретились со студентами ДГУ. Семинар диалог известных дагестанских спортсменов и тренеров со студентами состоялся в стенах экономического факультета Дагестанского государственного университета. В гости к студентам пришли заслуженный тренер России Абдулманаб Нурмагомедов, а также известные спортсмены республики. Встреча была организована в рамках проекта спортивного журналиста Арслана Дациева «Ограниченные возможности, но безграничные способности». В основе проекта – организация цикла встреч параолимпийцев и выдающихся кавказских спортсменов с представителями подрастающего поколения, что служит пропагандой здорового образа жизни и мотивацией к профессиональным занятиям спортом. Семинар «Диалог» на экономическом факультете ДГУ прошел в формате «Вопрос-ответ». Студенты интересовались у своих именитых собеседников об их смысле жизни, кумирах детства, как часто они встречаются с общественностью, чем занимаются в свободное от спорта время, в предстоящих боях, планируют ли уйти в политику после спорта и множество других вопросов. Задавшие лучшие вопросы были награждены фирменными футболками клуба «Иглз ММА» и специальными статуэтками. Алиса Жахназарова, Джамбулат Стамбулов, Прибойные новости. Дагестанцам за полное погашение долгов по взносам за капремонт спишут пене. Собственникам, погасившим долги за капитальный ремонт в период с 20 декабря 2017 года по 20 февраля 2018 года, а также оплатившим текущие начисления, будут списаны пенем. В случае, если погашение задолженности было произведено до начала проведения акции, пене списанию не подлежат. При полном погашении задолженности и оплаты пене в период проведения акции, сумма оплаченной пене будет зачтена собственнику в счет уплаты взносов на капитальный ремонт в будущем периоде. Сумма начисленной пене будет списана. Всего в республике общая сумма пене для списания составит 121 миллион рублей. Какие долги по налогам простят россиянам? Поправки в законодательство позволят списать долги по транспортному налогу, налогу на имущество физлиц, земельному налогу. Задолженность по пеням, начисленным за недоимку по имущественным налогам, также будет списана. По мнению законодателей, принятие данного законопроекта позволит улучшить материальное положение граждан, которое значительно ухудшилось в связи с общим состоянием экономики. Дополнительные льготы будут положены пенсионерам, инвалидам и ветеранам. Их освободят от кадастровых налогов на земельные участки. К другим темам. Компания Apple признала, что искусственно замедляет работу старых моделей Apple. В пресс-службе компании отметили, что вводят эту функцию для того, чтобы обеспечить лучшую работу установленных в смартфонах аккумуляторов. Подчеркивается, что ограничение позволяет повысить продолжительность работы батареи и избежать проблемы с внезапным отключением аппаратов. В прошлом году мы добавили эту функцию в iPhone 6, 6S и iPhone SE, чтобы предотвратить непроизвольное отключение. В ближайшее время она появится и на iPhone 7 с выходным обновлением iOS, цитирует портал заявления компании. Первый в мире бассейн, парящий между двумя зданиями на высоте 35 метров над землей, начали строить в Лондоне. Резервуар сконструируют из стекла толщиной 20 сантиметров. Бассейн 3 метра в глубину и 25 метров в длину будет вмещать около 400 тонн воды. Он будет соединять два здания с роскошными апартаментами, стоимость которых варьируется от 600 тысяч до 5 миллионов фунтов стерлингов. Посетители смогут плавать между двумя домами на высоте 35 метров над землей, что по ощущениям будет похоже на парение в небесах. Бассейн расположен на 10 этаже. Оттуда открывается панорамный вид на реку Темза и на самое дорогое в мире здание посольства США в Лондоне, строительство которого обошлось американцам в 1 миллиард долларов. Британка взорвала свой автомобиль на АЗС, заправив его через воздухозаборник. Автовладелица по ошибке заправила машину через воздухозаборник. Как только она запустила двигатель, раздался взрыв, и машина загорелась. Выбраться из горящего авто женщине помог очевидец, остановившийся на той же АЗС. Он смог оттащить горе-автомобилистку подальше от машины, получив ожоги шеи и рук. Сама Ани Клин не пострадала. По словам женщины, ее спас толстый пуховик. И это были все самые интересные новости на телеканале Прибой ТВ. Я же с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго и только хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон»!